всем привет меня зовут тимофей карманский сейчас мы с вами просто и быстро заферментируем овощи сделаем мы это по простому рецепту вам уже известного геральда из ривии ну а собственно начать нужно будет с того что рассказать зачем вообще нужно заморачиваться и ферментировать овощи почему нельзя просто взять вот редиску и и сгрызть или взять там дайкон погрызть и будет нам счастье нет не будет все это нужно ферментировать и давайте каратенечко разберемся зачем дело в том что бактерии выполняют нашем организме ряд очень супер важных функций без них по сути человек существовать не может мы с ними в симбиозе в кишечнике обычного среднестатистического человека от 2 до 3 килограмм то есть очень много собственно этих бактерий больше чем наших собственных клеток в нашем же организме в общем они архи важные мы с ними в симбиозе какие функции они выполняют основная функция конечно же это пищеварительные бактерии участвуют в выработке различных ферментов они помогают нам переваривать собственно как таковую клетчатку без бактерий это было бы невозможно плюс они вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности ряд ферментов и витаминов а также способствует усвоению витаминов которые без их участия не усваивались бы например такие как витамин d витамины группы b ну и другие вторая функция это стимуляция иммунитета то есть состояние бактерий в нашем кишечнике напрямую влияет на состояние нашего иммунитета об этом все знают что кишечник это основа иммунитета собственно за счет чего в основном именно за счет бактерий потому что бактерии в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают различные интерфероны иммуноглобулины и другие вещества которые участвуют в иммунном ответе поэтому запоминаем бактерии равно иммунитет следующая функция это так называемая защитная функция представьте себе что вот эта доска это кишечник естественно он полностью занят бактериями а раз он полностью занят значит другие бактерии которых мы проглотили которые пытаются прижиться в нашем же кишечнике не могут этого сделать потому что здесь все уже насижено здесь все занято нашими собственными бактериями таким образом наши бактерии защищают нас от того чтобы какие-то другие ненужные нам бактерии приживались в нашем организме ну и наконец всеми любимая функция это регуляция газового состава внутри кишечника если вы смотрели мой ролик про вздутие то вы помните что одной из причин вздутия то есть почему у человека повышенное газообразование это какой-то дисбаланс в качественном либо количественном составе бактерий в кишечнике то есть дисбактериоз если бактерии плохо работают или нарушился баланс между какими-то видами этих бактерий то клетчатка полностью не разрушаются начинаются процессы гниения и брожения таким образом состояние бактерий напрямую влияет на газовый состав в кишечнике иными словами хотите меньше пукать следите за состоянием своих бактерий что может негативным образом сказываться на состоянии бактерий или почему они могут пострадать но основные факторы на самом деле вы знаете и без меня первый самый распространенный в современной цивилизации фактор это то что бактериям банально нечего кушать если человек питается обычным каким-нибудь рафинированным хлебом десертами крахмалами чипсами больше ничего не ест то бактериям нечего кушать потому что прежде всего они питаются растительной клетчаткой а растительной клетчатки у современного человека как правило дефицит второе тоже супер распространенное явление сегодня это антибиотики насморк давай антибиотики аллергия давай антибиотики заболел живот там нашли хеликобактер давай антибиотики поменяли зубы давай антибиотики ну и так далее и так далее то есть любое вмешательство любая операция все что угодно что происходит даже вирусная инфекция если у человека какая-то выявилась все равно очень часто для профилактики на всякий случай назначают антибиотики естественно антибиотики работают не избирательно а по сути это ковровое бомбометание и зачищается весь кишечник отсюда дисбактериоз все очень просто ну естественно любые другие так называемые симпатико тонны и препараты например гормональные или обезболивающие так называемые препараты нпвс они тоже нарушают баланс бактерий поэтому вся фармакология это минус для бактерий следующая возможная причина это стресс который бьет непосредственно в кишечник тонкий кишечник это какая-то неперевариваемая ситуация толстый кишечник это какая-то крайне неприятная ситуация в жизни человек от которой он не может избавиться то есть запоминаем что стресс может влиять на качественный и количественный состав бактерий ну и следующие возможные причины это какие-то витаминно-дефицитные состояния плохой отток желчи дефицит ферментов поджелудочный потому что они плохо работают из-за того что плохой отток желчи ну и так далее то есть что-то связанное с верхними отделами желудочно-кишечного тракта плюс ко всему если человек резко переходит с одной диеты на другую то бактерии не успевают перестраиваться им нечего кушать и они тоже погибают поэтому все это может ухудшить их состояние и так мы разобрались что бактерии нужно подкармливать есть определенные продукты которыми собственно говоря они любят питаться что это за продукты на самом деле все вы уже конечно же догадались и все вы прекрасно знаете эти продукты прежде всего это классические ферментированные продукты такие как квашеная капуста соленые огурцы кимчи ферментированные различные напитки типа камбуча водный кефир чайный гриб и тому подобные различные напитки кисломолочные продукты такие как кефир простокваша различные натуральные йогурты и тому подобные вещи. Но нужно сказать, что если конкретно у вас вздутие и оно не прекращается при приеме кисломолочных продуктов, то лучше все-таки их избегать. Но тем не менее, в практике бывают случаи, когда у человека вздутие, он начинает употреблять кисломолочные продукты и вздутие уменьшается. Но если такого эффекта у вас нет, тогда просто про них забываем. В процессе ферментации обычные, тяжело перевариваемые для бактерий продукты и сырая клетчатка подвергаются воздействию различных ферментов. Количество бактерий многократно, прямо кратно в геометрической прогрессии увеличивается. Получается, что продукты уже предварительно практически полуготовые, полупереваренные, а значит бактериям в кишечнике будет гораздо проще с ними поработать. Следующие продукты, которые очень любят бактерии, это продукты, богатые инулином. Такие как спаржа, лук-порей, топинамбур или его экстракты, цикорий и другие. Ну и наконец, третья категория продуктов, которую вы тоже прекрасно знаете, это различные крестоцветные. Такие как белокочанная капуста, кальраби, брокколи, цветная капуста, репа и другие. Ну и раз уж мы заговорили о полезных продуктах, было бы логично перечислить все то, что крайне негативно влияет на бактерии, которые живут у нас в кишечнике. И эти продукты вы тоже прекрасно знаете. Более того, они составляют основу рациона классического жителя крупного города. Магазинные полуфабрикаты, фастфуд, сахар, конфеты, выпечка и другие кондитерские изделия, сладкая газировка, магазинные соки, нектары, по сути это вода плюс сахар, колбасные изделия и копчености, особенно ненатуральные, различные консервы, майонез и магазинные соусы с консервантами, любые продукты с вредными добавками Е. Всегда читайте состав и смотрите, чем больше Е-шек в составе, тем менее полезный продукт. Старайтесь избегать таких продуктов. Сейчас все больше магазинов, здесь натуральные продукты, натурального копчения, натурального варенья, натуральной ферментации. Отдавайте предпочтение именно таким продуктам и магазинам. Ну а теперь уже собственно давайте будем переходить к первому этапу ферментации наших с вами овощей. Первое с чего мы начнем, берем маленькую кастрюльку, 400 миллилитров обычной воды и примерно закидываем 2 столовые ложки, опять же обычной соли. Раз и два. И запускаем на девяточки. Задача растворить соль в воде. То есть до кипения мы не доводим. Все что нам нужно сделать это немножко согреть воду, чтобы соль растворилась. Ну а пока вода греется, я пойду чистить овощи. Начнем с редиски. Срезаем хвостик, срезаем жопку. Ну я все-таки люблю срезать различные болячки. Теперь нарезаем колесиками. Итак, редиска нарезана. Теперь задача ее уложить на дно нашей баночки. Баночка, как вы понимаете, тоже икейская. Отлично подходит для всякого рода ферментации и заготовок. Ну и она выглядит такая прям по-аптечному. Как будто что-то такое полезное. Ну, собственно, так оно и есть. Полезное-лечебное содержимое у нас будет. Вот так нашу редиску мы закладываем. Треть, да? Ну, плюс там умнется. Примерно вот так заложили. Чистим дальше и у нас редиска. Вот так. Вот так. И поехали. Старым, дедовским способом. Как картошку. Либо можно специальной чистилкой. Ну, я люблю срезать вот этот... Если особенно овощ дряблый, я люблю срезать чуть больше этого мусора и вот этой кожуры. Режем кружочками. Ну, и напоминаю, что баночку, естественно, как и при любых заготовках, нужно обязательно стерилизовать, чтобы там не было каких-то левых, скажем так, бактерий, которые могут нарушать ферментативные процессы. Все должно быть по регламенту. Тогда все будет вкусно и полезно. Теперь укладываем зеленую редьку поверх редисочки. Тоже примерно по 3-м. Ну, честно говоря, как опилки, но после ферментации вкус будет нормальный. Примерно достаточно. Ну, и переходим к нашему дайкону. Долго ли, коротко ли очистили мы дайкон. И переходим к нарезке. Нарезаем кружочками. Ну, тоже опилки опилками. Но сочность хорошая, мне прям нравится. Дайкон отличный. Слегка горчит то, что нужно для желчегонного эффекта. Неудобно сидя очень резать, но, чтобы было удобно смотреть, приходится делать сидя. Естественно, резать на уровне пояса гораздо удобнее. Поэтому в норме я бы встал и сделал это стоя. Дайкон порезан. Теперь укладываем дайкон в баночку. Погнали. Итак, мы заложили овощи. Ну, как видите, примерно на третий. Редиска, редька, дайкон. Плюс-минус на глазок. Теперь задача почистить чесночок и просто прямо не отрезая, не подрезая, зубчиками и очищенными положим его сверху. Хороший, свеженький, молодой чесночок. Отличное средство против высших вампиров. Это чеснок. Все знают. Так. Все. Теперь мы заливаем наш рассол прямо вот сюда сверху. Поехали. Итак, мы берем рассольчик и прямо вот так сверху. Идеальный расчет дозы. Ну, сказывается многолетний опыт ферментирования овощей. Главное, чтобы вода полностью скрывала овощи. кто-то рекомендует использовать гнет, то есть какой-то предмет, который будет прижимать овощи и держать их постоянно ниже уровня воды. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Главное, чтобы вода скрывала овощи, поэтому если чуть-чуть там на один-два пальца не хватает, чуть-чуть долили, дальше просто закрываем крышку. Все, процесс ферментации идет при комнатной температуре, то есть эту банку можно оставлять где угодно, где вам удобно. Раз в день крышечку открываем, выпускаем газики и снова закрываем. Через 2-3 дня уже можно начать пробовать овощи, смотреть, нравится вам вкус или не нравится. Если по какой-то причине кажется, что они недостаточно ферментированы, можно подождать еще день-два или столько, сколько вам нравится. После того, как вкус вас устроит, ну это приходит с опытом, как правило, поэтому после того, как вкус вас устраивает, мы просто берем эту банку и переставляем в холодильник. В холодильнике процесс ферментации тормозится, ее можно хранить до 3 месяцев в холодильнике. Если вы зальете овощи под самый ободок, то первые дни ферментации очень часто из-под крышки начинают чего-то вытекать. Это нормальное явление, может такое быть, поэтому просто достаточно банку поставить в какую-нибудь миску либо тарелку. Если хотите узнать больше рецептов о том, как правильно ферментировать все остальные овощи, такие как капуста, репа, тыква, свекла, чеснок, кимчи и другие, приходите на мой семинар по пищеварению желудочно-кишечному тракту, расписание можете посмотреть на моем сайте karmatsky.com Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. YouTube отслеживает вашу активность. Чем выше активность, тем активнее он предлагает и рекомендует этот ролик, а значит еще больше людей получат полезную информацию о здоровье и смогут помочь себе самостоятельно. Всем пока и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok